Всем привет, своя Мимико. Я продолжаю проходить четвертую главу Фрэнбол. Мы, к сожалению, не очень удачно опустились на машине, и как я вижу, с нами нет нашего воображаемого друга. Итвард? Вот встал. Ох, котик, мы живы! Мы пережили крушение! Неужели... Да, мы живы? Но и Итвард пропал. Он привез нас домой. Мы за городом, Фрэнбол. Я чую это. Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома? Ну, кстати, уже более такие натуралистичные пейзажи, видите, там даже освещение и электричество. Я думал, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело? Просто, мне интересно, где Итвард? Я бы хотела с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик. Но я уже приняла все таблетки. Видишь, банка пуста. Так или иначе, пойдем домой. Может, Итвард нависит меня когда-нибудь. Бедняжка. Блин. Таблетки все выпили. Так, линия электроспередач. Ой-ой-ой. Боже мой. Это наша улица, котик. Туманная улица. Да, верно. Так. Что-нибудь я здесь могу тыкнуть, кликнуть? Куда-нибудь не хочу ничего пропустить. Хейзу стрит. Здесь написано «Туманная улица». Тогда мой дом в той стороне. Ааа. Ну, точно в той реальности. И вот мы здесь. Дом выглядит более серым, чем я его помню. Что ж, надеюсь, дядя Граис будет рада меня видеть. Здесь только нас не поджидает. Здесь человек из психбольницы. Опа. Растельница. Ой-ой-ой. Простите, маленькие насекомые. Не убегайте. Ох. О. О, Клэлчанит. Что это? Записка? Тут сказано «Я взяла ключ. Подпись Фрэн». Фрэн? Это же я. Но я не брала ключ и не писала эту записку. Все так запутано. Что мне теперь делать? Так, кот к нам идет, нет? В окна? Внутри очень темно. Тетя Грейс? Ау. Может, ее нет дома, дорогая? У тебя есть ключ, чтобы войти? Нет. У меня его нет, котик. Но я знаю, что где-то здесь спрятан запасной. Нужно просто вспомнить, где. Хм. Давай найдем его. Не, ну, понятное дело, что вот тут мы находим записку, что мы не брали ключ. Ах, это окно в моей комнате. Иди сюда, котик. Ты должен забраться и пролезть в окно. Я не смогла найти ключ. Похоже, я его уже забрала. Ты уже забрала ключ, но у тебя его нет? Звучит очень странно. Да, очень странно. Я нашла только записку, но я не помню, как я ее писала. Теперь, чтобы попасть внутрь, ты должен забраться и открыть мне дверь. Тьфу. Ну, хорошо. Пожелай мне удачи. Ты сможешь, котик. Будь осторожен. Конечно, это же животное. Кошачье животное. Конечно, оно сможет. Мистер Помч, ты меня слышишь? Котик, открой дверь. Ой-ой-ой. Френ? Не могу в это поверить. Ты жива? Где ты была? Доктор Дирн, я в порядке. Прошу, не отправляйте меня снова в клинику. Я уже давно тебя разыскиваю. Как ты сбежала? Я сбежала через желтую дверь, сэр. Почему ты не дома? У меня не было крича, но мистер Полноч сейчас внутри. Он залез в окно на втором этаже, сэр. Мистер Полноч? Разве не так зовут твоего пропавшего кота? Да, но мы нашли друг друга. Сэр, можно ли я могу спросить, почему вы здесь? Я приехала встретиться с мисс Грейс. Мне нужно сказать ей кое-что важное. Кажется, ее нет дома, сэр. Что ж, возможно, так будет лучше. Тогда тебе придется поехать со мной. Нет, я не оставлю котика снова. Подождем, пока он не откроет дверь. Френ, я не верю, что твой кот внутри. Это невозможно. Я говорю вам правду. Он внутри. С минуты на минуту он откроет дверь. Френ, взгляни правде в глаза. Твой кот умер. Ты должна пойти со мной. Не надо меня вволочь никуда. Котик. Я дверь открою, да, сейчас? Нет? Ой, блин. Душ-то сколько. Прости меня, Френ. Я не хотела напугать или навредить тебя. Я просто беспокоюсь за мистера Полночь, сэр. Вы заставили меня его оставить? Он в самом деле жив? Конечно, жив, сэр. Зачем мне об этом врать? Это неправильно. Знаешь, Френ, я был уволен из клиники, потому что слишком много знал. Я обнаружил вещи, которые пока не понял. И я действительно думал, что ты мертва. Взгляни на эти документы. Убийство семей на Туманной улице. Тела были идеально разрезаны. В начале этой недели Мартина, Люсия, Боу, Даггенхард были найдены зверски убитыми в своем доме на Туманной улице. Офицер полиции Марко Хайлма сообщил, похоже, что тела были идеально разрезаны. А внешний вид разрезов не говорит о каком-либо сопротивлении со стороны жертв. Полиция допросила Грэст, Даггенхард, сестру-близнеца Люсии, но не смогла получить никакой полезной для следствия информации. Самый юный член семьи Френбоу была найдена в лесу днем позже после убийства ее родителей. Она замерзла насмерть. Ох, мамочка, я узнаю твою руку. В смысле замерзла насмерть? Глэдис Ханна. Дорогая Глэдис, пусть газеты узнают о Френбоу. Замерзшая насмерть, она была найдена в лесу. Френ убежала из дома сразу, как узнала об убийстве своих родителей. Греча любимая Френбоу. Дата рождения, дата смерти. Теперь она освободилась от боли. Надеемся, Френбоу соединиться со своей семьей на небесах. Глэдис Ханна, разве это не медицинская медсестра? Почему она получила это письмо? Кто велел ей врать обо мне? Я не умерла. Я не мертва, я не освободилась от боли. Но... Я не мертва, сэр. Это все ложь. Я вижу. Я также обнаружил, что твое лекарство подменили. Ты принимала новый вариант дуатина. Я изучил его в лаборатории. Уровень эктопломатина был слишком высок. Это не готобром. Эктопломатин создает дверь между сознанием и подсознанием. Дело в том, что высокий уровень эктопломатина делает дверь слишком широкой. Что может создать большую путаницу в твоем мозгу. Большую путаницу в моем мозгу? Я немного запуталась, да. Но это все из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать. О чем ты, Френ? Я вижу ультрареальность, сэр. Я также путешествую в иные миры. Ультрареальность? Должно быть это последствия дуатина. Ничего более. Это не так. Если бы у меня остались таблетки, я бы вам показала. Тебе больше не нужно это лекарство. К тому же, это все в твоей голове, Френ. В моей голове, говорите? Может, я смогу это контролировать? Я имею ввиду, что ты все воображаешь. Вот и все. Я пытался рассказать маме правду, но папа ей бы навредил. Блин, за ним сидит злой Камал. Не хочу, чтобы папа снова играл с ножом. Мои руки болят. Ох, ваш отец сделал вам больно своим ножом, доктор. Что? Кто тебе это сказал? Вы или вы не говорили, сэр? Я ничего об этом не говорил. Боже мой, значит, это правда. Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся. Но вы меня не слушаете, сэр. Мы должны узнать правду. Интересно, кто за всем этим стоит? Метеостры? Освальд? Кто знает? Я знаю, сэр. Это большой черный монстр. Рембро. Он забрал моих родителей и охотится за мной. Он хочет моей смерти. Ох, хотела бы я остаться в Версте с Полонтрасом и Великим Волшебником. О чем ты говоришь? Френ, пожалуйста, я серьезно. Я так и не попрощалась с Итвардом и Полонтрасом. А мой котик совсем один. Полонтрас? Итвард? Пожалуйста, Френ! Полонтрас – это доктор Версты. Он очень пушистое летающее существо, сэр. А Итвард, мой верный друг, он привез меня домой на своей машине. Кажется, что ты живешь в сказке. Но не все было так хорошо, сэр. Близнецы погибли из-за меня. Я видела, как убиваю мистера Полночь. Также я видела маму с папой. Близнецы? Какие близнецы? Девочки, которые были соединены вместе. Соединены, говоришь? Это напоминает мне о деле Карл, Клара и Мии. Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард. Эдвард? Думаю, вы неправильно поняли, сэр. Он Эдвард. Но что произошло с этими девочками? Доктор Освальд проводил над ними эксперименты. Он сшил их вместе. В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК. Но ничего не произошло. Спустя несколько месяцев они умерли, а их тела бросили в колодец. Это ужасно, сэр. Вы не можете меня снова отправить в клинику? Не волнуйся, не отправлю. Я взяла тебя с собой, чтобы ты помогла мне. Может, мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие. Спасибо, доктор. Возможно, Полунтрас был прав на ваш счет. Вы неплохой доктор. Вы просто старик с следующим правилом. Следующим правилом? Что ж, только не сегодня. Так. Это что, кладбище? Мы на месте. Но это кладбище, сэр. Что мы здесь делаем? Увидишь. Пойдем. Следуй за мной. И Фрэн пригрустил. Ух ты. Здравствуйте, каменная женщина. Вы спите? Опа. Лом. Надеюсь, доктор не против, если я его возьму. Королка передачи. Какие секретики ты в себе хранишь? Я не прикасалась к кролю прежде. Пам, он мне этого не позволял. Так. Ну, это мы все уже видели, и это мы не можем сделать. Опа. Но ломик мы прихватили. Окей. Это место упокоения твоих родителей, а также твое. Почему вы привезли меня сюда, сэр? Прости меня, Фрэн. Но такова правда. Твои родители были убиты. Зная, кто их убил, мы сможем делать все правильно. Что вы подразумеваете под правильность, сэр? Если мы найдем виновных, мы восстановим справедливости. Используем закон, чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь. Я понимаю, сэр. Скоро увидимся. Блин. Интересно, что люди плячут в ладонях? Насекомные? А ломом, мы можем это, люди? Нет? Жаль. Кстати. А можем ли мы теоретически вспороть брюхо этому коту? Нет, тоже нет, не можем. Здравствуй, папа. Знаю, ты его предпочтевал не отставлять меня. Мамочка, это очень тяжко. Значит, тебя больше нет. Фрэнбоу? Интересно, кто придумал эту ложь. Маленькая свечка, чтобы согревать моих родителей. Ох, прекрасный Мишка, позаботите о моих родителях. А мы можем зажечь свечи, например? Да. Ой, мне даже очивку за это дали, мемориал. Ага. А куда он пошел налево? Ну ладно. Нет имени, нет цветов. Может, здесь лежит никто. Господин никто, я так полагаю. Застрял. Должна быть, это кладовка с лопатами. Как всегда, не везет. Против лома нет приема. Ой. Ты должен вести себя тише, Фабио. Ой, я не Фабио, я Фрэн. Привет, малыш, шишка. Что? Боже мой, великан. Ох, прошу, не бойся. Я не причиню тебе вреда. Не думал, что великаны могут нас видеть. Думаю, это потому, что у меня очень большие глаза. Видишь? Ааа, понятно. Кстати, я Себастьян, собиратель племени. Собиратель племени? Звучит интересно. Прямо сейчас мы пытаемся найти немного блестящей кожи. Она нужна нам для брачного обряда. Ах, это довольно интересно. Блестящая кожа. Хм. Да. Раньше мы использовали человеческую, но смерть от червей захотели ее брать. Поэтому мы ищем что-то более искусственное. Что ж, надеюсь, вы сможете найти немного кожи. Ммм, а Себастьян, не окажешь мне услугу? Зависит от услуги это гигантская мисс. Я подумала, что ты можешь открыть мне дверь изнутри. Это я могу. Но мы могли бы помочь друг другу. Принесите мне кусок кожи и я открою дверь. Договорились, гигантская мисс. Ну, где я ее найду? Хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать. Что у нас нет? Стоп. Кота не хочешь? Слушайте, кожаная... Тетрадка. О, гигантская мисс. Вы уже нашли кожу? Нам нужно совсем немного для брачного обряда. Погоди, тетрадку, тетрадку, тетрадку. Мы не можем отдать, да? Блин. Я бы ножом срезала бы вот здесь обложку. Нафиг никому не нужна уже. Ну, придется машину, видимо, таранить. Кожаное кресло. Упс. Какая большая дырка. Что ж, кожа теперь у меня. Просто кошмар. Честно. Мы могли, блин, срезать тетрадки. Зачем машину-то портить? Нагадливая фрэн. Так. Милота какая. Ух ты, спасибо, гигантская мисс. Наше племя пенезилусов будет счастливо. А теперь я открою дверь. Секунду. Ой, ты в порядке, Себастин? Себастин? Я... Я в порядке, мисс. Да. Хорошо. Что ж, спасибо, что открыл дверь. Не за что, гигантская мисс. А, Фабио. Привет, Фабио. Ты чего убегаешь? Ох, мне нужно идти мисс. Доброй ночи. Эй, Фабио, подожди, у меня есть кожа. Ох уж эти брачные игры. Но здесь нет ничего полезного. Совсем не здорово. Мне нужно найти что-то, чем копать. Многое смысл у меня было от этой двери. Я думаю, что это не просто так. Вот ты где, Френ? Смотри, я нашел пару лопат. Давай копать. Ну, окей. Ладно. Так, до одного гроба докопали. До трех. Ну, теперь нам нужно чем-то открыть гробы. Они застряли. В моей лошади машине был лом, на всякий случай. Но я не смог его найти. Это я забрала лом, сэр. Мне нужно было открыть им дверь. Вам его вернуть? Нет нужды, Френ. Но тебе будет оказана честь открыть гробы. Блин, ну ты же джендермен. Доктор. Мой вообще-то ребенок десятилетний. Хорошо, сэр. Я открою их. И там лежат ее родители. И она, по идее. Какого черта? Начнем. Слева. Боже мой. Папа. Смертный червь забрал твои глаза. Ох, мама. Ты такая худая. Я бы сказала, чересчур худая. Кот. Ура. Меня нет гробу. Здорово. Но он не может быть моим котиком, мистер Палныч дома. Бедный котик. У тебя было имя? Что ж, я назову тебя Альберт. Ты видишь что-нибудь, что могло бы приблизить нас к убийце? Нет, сэр. Мне очень плохо из-за всего этого видеть моих родителей такими. Также этот мертвый кот не мой. Они врут. Фрэнк, я коварил тебе. Твой кот пропал и, возможно, это действительно твой кот. Этого не может быть, сэр. Я нашла своего котика. Поверьте мне. Отвезите меня домой, и я вам покажу. Пожалуйста. Хорошо, Фрэнк. Я отвезу тебя обратно. Я позабочусь об этом позже. Нужно найти кое-какие улики. Спасибо, сэр. Пойдем. Ох, блин. Растворился в руках тьмы. У тебя нет никаких манер. Я больше тебя не боюсь. Я забрала у тебя свет. Кого ты любишь? Кого уважаешь? И того, чьей любви ты желаешь? Да ладно, он и нас. Бедное, павшее духом дитя. Дом безумия вновь зовет окунуться. Если хочешь найти тех, кто любит тебя, в темноте ты должна быть готова и очнуться. Очнись, Фрэнк. Очнись. И тут начинается последняя, заключительная глава Фрэнбол. Продолжу я ее в следующем выпуске. Да, этот выпуск получился короче, но... Есть определенная система в моих видео. И так проще и удобнее ориентироваться. И кому-то будет найти видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. До встречи.